Три окопы. Первый, второй и вот здесь вот третий. В лесу рязанские поисковики подняли останки бойца Красной Армии. Скорее всего, в этом месте был бой, потому что наверху найден немецкий блиндаж. У него был обнаружен две копейки 1936 года. Личные вещи, перочный нож, опасная бритва. Рядом с ним гильзы стрельные. Боец был ранен. В районе живота нашли пулю. Но, к сожалению, среди личных вещей не было найдено медальона. Поэтому боец остался безымянный. Бойца захоронят в августе, в ближайшем к месту раскопок в населенном пункте – городе Белый. Из этой поездки рязанские поисковики привезли необычную находку – винтовку Мосина, которая вросла в осину. Эту винтовку, скорее всего, это дерево подняло с земли. То есть осина очень тонкая, она молодая, а винтовка лежит в 40-х годах. То есть, скорее всего, дерево росло и проросло через винтовку и вытащило на свет. На месте, где из окружения выходил 11-й кавалерийский корпус, находок больше всего. Здесь нашли шашку образца 1927 года и ножны для нее. Фряжку от красноармейского ремня подковы зимнего образца. Отчистить от ржавчины без потерь вряд ли получатся все находки. Место болотистое и в почве мало что сохранилось в хорошем состоянии. Элементы седла железные остались. Стремена есть. Все было найдено в том месте. Много было сигналов еще мелких. Там буквально выкапывали пули. То есть, видно, что такой бой был хороший. Прорывались в земле постоянно вот эти вот прям пули, 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 пули. Даже вот элементы нашего пулемета «Максима» найдены были. Диски от Дегтярева. В Холм-Жирковском районе Смоленской области рязанские поисковики пробыли две недели. Это не единственное место, где проходят раскопки. Сейчас одна из групп находится в Крыму. Большая удача, что удалось найти родственников поднятого в осети младшего лейтенанта Сержантова. Останки сейчас находятся в Рязани. И к 22 июня, к дню начала войны, к такой трагической нашей памятной дате, я уверен, что мы проведем захоронение и отдадим все по отчасти тому воину, который отдал самое дорогое, за нашу с вами жизнь. Что же касается находок, то они станут новыми экспонатами музея. Сейчас он обновляется. Часть планируется передать в школы и другие образовательные учреждения местным музеям. Дина Ислеева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».